Много есть свидетельств о собаке Баскервилле, но будучи прямым потомком Хьюго Баскервилля, я положился записать ее историю в подлинности кое не может быть сомнений. Случилось так, что Хьюго полюбил дочь одного фермера, в плохую ночь прокрался к ферме и украл ее, спрятал свою пленницу в верхних покоях замка, а сам стал пировать с товарищами. Страх довел девушку до того, что она отважилась на отчаянный поступок, выбросилась на карниз, спустилась на землю по плющу и побежала через болото в отчий дом. Вскоре Хьюго оставил гостей, чтобы уединиться с пленницей, но увидел, что клетка опустела и птичка вылетела на волю. Хьюго приказал запречь лошадей и спустить собак и поскакал следом по болотной тропе. Сотрапезники позже сели на коней и присоединились к погоне. Проехав милю или две, пьяные сквайры увидели собак. Свора, славившая свирепостью, жалобно визжала, тесняясь к ногам лошадей. Всадники остановились. В факельном свете открылась широкая лужайка, посреди которой лежала бездыханная девица. И вдруг волосы зашевелились у них на головах. Над растерзанным телом Хьюго стояло мерзкое чудовище. Огромный, черном масти зверь, сходный видом собакой. И повернув к ним свою укровавленную морду, сверкнуло горящими глазами. Номер диванширской хроники от 14 января этого года, где помещен краткий отчет о событиях, связанных со смертью сэра Чарльза Баскернина. Скоропостижная смерть. Я не верю, здесь есть ни единого свола! Там, в Чисовой аллее, когда я осматривал тело покойного, я обнаружил следы. Были следы от гробной собаки. Были в шагах в 30 от тела. На них просто не обратили внимания. Я бы сам ничего не заметил, если бы не вспомнил легенду. Латсон, это становится любопытно. Взгляните направо. Попробуем рассмотреть этого человека. Прошу вас, уезжайте в Лондон. Немедленно уезжайте. Но почему я должен уезжать? Брати Богу, поверьте мне на слову. Не требуйте объяснений. Уезжайте, чтобы ноги ваши не было на этих болотах. КОНЕЦ Субтитры создавал DimaTorzok